В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. В Ленинском городском округе проходит благотворительная акция «Помощь солдатам российской армии». Мы очень рады им помочь. Наша помощь очень нужна, очень важна. Уличная игротека. Мероприятия под таким названием ежедневно проводятся для маленьких жителей поселка совхоза имени Ленина. Здесь и дети проводят время с родителями, и у них как раз большое количество времени проводят со своими сверстниками. У кинотеатра «Искра» состоялась спортивная игровая программа для детей, посвященная здоровому образу жизни. Очень важно ребенку прививать здоровье с самых маленьких лет. В Ленинском городском округе проходит благотворительная акция «Помощь солдатам российской армии». В ней принимают участие предприниматели, государственные и частные компании, а также общественные организации и просто неравнодушные люди. Присоединилась к акции управляющая компания «Купеленка». Организация не в первый раз принимает участие в благотворительных мероприятиях, проходящих на территории Ленинского городского округа. Ранее совместно с активными жителями УК уже отправляла гуманитарный груз для проживающих на Донбассе. Теперь пришло время оказать помощь российским солдатам. Это деньги от прибыли, конечно, это деньги учредителей. Участвуют сотрудники управляющей компании, участвуют все желающие. Мы бросали клич и собрали все необходимое по списку. Очень хочется, чтобы кому-то от нашей помощи стало чуть-чуть легче. В коробках все самое необходимое. Средства личной гигиены, продукты с длительным сроком хранения, дорожные наборы, аптечки и репелленты. Всего удалось собрать более 200 килограммов. Мы очень рады им помочь. Наша помощь очень нужна, очень важна. В дальнейшем будем также помогать нашим коллегам, ребятам. Собранную гуманитарную помощь ведновчане передали организатору акции Ленинской районной организации Всероссийского общества инвалидов. Отсюда вскоре группа общественников доставит груз в Белгородскую область, где расположены пункты выдачи для участников спецоперации. 28 июля – Всемирный день борьбы с гепатитом. Сегодня у нас в гостях врач-гастроэнтеролог Видновской районной клинической больницы Людмила Сухорукова. И мы поговорим об этом заболевании и методах профилактики. Людмила Алексеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что пришли к нам сегодня в студию. Расскажите подробно телезрителям об этом заболевании. Вирусные гепатиты – это инфекционное заболевание, которое вызывается различными вирусами. И основным органом мишени является печень. На сегодняшний день их выявлено 5 основных – это А, Б, С, Д, Е. Существуют различные пути передачи. В основном это энтеральные – это через воду, через пищевые продукты, контактно-бытовой. И опаснее всего – это пара энтеральные, потому что более серьезные вирусы переносят А, Б и С, которые имеют хронизацию процесса. Это что значит? Это значит, что заражение происходит через половой контакт, через нестерильные различные инструменты. Сейчас это актуально, потому что большое количество татуировок, пирсингов люди делают. Также через наркотические средства, то есть когда при употреблении наркотиков. Также во время родов от матери к плоду. А меры, профилактики, есть ли вакцина? В настоящее время не для всех вирусов есть вакцинация. То есть на сегодняшний день профилактика, одна из самых надежных – это, конечно, вакцинация. Во-первых, это от вируса гепатита В, это прививается, если нет, еще в роддоме деткам. И дальше по схеме. Включен национальный календарь, прививочный календарь. В сфере организации зарухонии от гепатита С в данном моменте актуальны нет. Многие, ну и в основном для А и Е гепатитов – это просто соблюдение правил личной гигиены. В основном, то есть, да, мыть фрукты, овощи, то есть не пить некипяченую воду, либо только бутилированную. Обследование, если у кого-то из семьи, то есть выявлен гепатит вирусный, нужно обследовать всю семью. И вовремя проводить противовирусную терапию. То есть некоторые вирусы, то есть, а, они переходят в хроническую форму, то есть он достаточно быстро вылечивается. Б тоже можно, как бы, сейчас вот проблема больше всего стоит с гепатитами С, которые более длительные, и они в хронизацию, и тяжелое ослаждение, вплоть до цирроза, до рака печени, приводят в дальнейшем. То есть самоопасно это гепатит? Да, когда есть они уже длительная форма, длительное время, то есть более шести месяцев они переходят уже в хроническую форму и вызывают более серьезное поражение печени, что в дальнейшем может привести в реакцирозы. Если полиорган недостаточно уже подключается, тогда уже включаются, вообще как бы ведут вирусный гепатит инфекционисты, врачи, а дальше уже включаются другие специалисты, допустим, гепатологи, гастроэнтерологи и так далее, там, нефрологи, потому что затрагиваются многие органы системы, вообще организм, потому что, ну, уже длительный процесс нахождения вируса в организме, когда уже организм снимает, и противовирусная терапия уже не действует. Они длительные, может быть, гормональные, антиоксидантные и так далее, то есть гептопротекторы, для поддержания нормального функционирования жизнедеятельности организма. А есть ли какая-то статистика в нашем округе заболевания? Конкретно цифры я сейчас сказать не могу. Это больше все-таки с преградива врачей-инфекционистов. Они ставят их на учет, то есть они назначают противовирусную терапию. Я думаю, что в современное время никуда он не делся, хотя достаточно качественные условия проживания. Мне кажется, что это все зависит от самих людей и методов их. То, что некоторые отказываются от самой профилактики, мамочки решают за детей еще в роддоме. Есть какие-то медицинские противопоказания. Если временно все это не делать, не соблюдать, риск заражения в любом случае есть у каждого, потому что много манипуляций, которые делаются не дома. Спасибо большое, Людмила Алексеевна, за информацию. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была врач-газстентролог Видновской районной клинической больницы Людмила Сухорукова. Около кинотеатра «Искры» прошла спортивная игровая программа для детей, посвященная здоровому образу жизни. Организаторы мероприятия, сотрудники Дворца культуры подготовили для ребят несколько веселых и интересных конкурсов, а также рассказали о пользе физкультуры и правильного питания. Несмотря на каникулы, мальчишки и девчонки были не против на некоторое время отправиться в школу здоровья, где узнали много нового об особенностях своего организма. Очень важно ребенку прививать здоровье с самых маленьких лет. Соответственно, мы рассказываем сегодня о здоровом образе жизни, о том, как полезно и сколько спать, как кушать, какими видами спорта надо заниматься, а также, что полезно гулять на улице и заниматься спортом. Во время художественного конкурса юным винновчанам нужно было изобразить здоровье на своем рисунке. Я нарисовал кататься на велосипеде, самокате и молоко. А молоко для чего пить? Чтоб был кальций и крепкий кость. Далее ребятам предстояло отгадать несколько загадок и поиграть в игру-кричалку под названием «Полезно-вредно». Но самыми увлекательными оказались спортивные конкурсы. Дети старались как можно быстрее пройти все испытания, обойти соперников. Мне очень сильно тут нравится, потому что вот сейчас тут мы рисовали, проходили стакеты, я нарисовала, а когда балерина, я занимаюсь балетом, вот стою у станка и я хочу стать великой балериной. Мне понравилось, как мы рисовали, понравилось, как мы нам рассказывали, что нельзя делать, что можно. Понравилась программа и родителям ребят. Елена Полякова пришла на мероприятие вместе с трехлетним сыном. Честно говоря, не ожидала, что он в таком возрасте будет как-то схватывать, что нужно делать. И я прямо очень довольна, что вообще в принципе устраивает такие мероприятия для детей. В заключении праздника у мальчишек и девчонок была прекрасная возможность потанцевать под зажигательную музыку. Такие развлекательные программы сотрудники Дворца культуры проводят регулярно на разных городских площадках в течение всего летнего сезона. Подвижные настольные игры, рисование, танцы и мастер-классы, уличная игротека, мероприятия под таким названием ежедневно проводятся для маленьких жителей поселка совхоза имени Ленина. Организованы они сотрудниками муниципального центра культуры. Цель этих занятий на открытом воздухе проста. Попытаться сделать так, чтобы дети поменьше сидели в современных гаджетах, побольше общались друг с другом и проводили свободное время с пользой. Здесь и дети проводят время с родителями, и у них как раз большое количество времени они проводят с своими сверстниками, что очень важно. Они рисуют, здесь играют, здесь очень большое количество игр. Есть и шахматы, и шашки, то, что популярно. У нас здесь очень много разных интересных мастер-классов проходит. Действительно, каждый здесь может найти занятие по душе. А на различных мастер-классах сотрудники муниципального центра культуры стараются научить ребят чему-то полезному. Например, совсем скоро здесь пройдет занятие по леттерингу. Леттеринг – это искусство письмо с красивым шрифтом. Очень часто встречается в афишах, в логотипах. Можно использовать разные цитаты. И это все красиво и композиционно оформляет. Мероприятия проводятся ежедневно. Начинаются в 16.00 и продолжаются в зависимости от настроения участников. Порой до 9-10 часов вечера. И это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова